О мой бог! Просто вы бы знали, что сейчас происходит, как снимается это видео. Но знаете, вот когда человек хочет, он будет это делать. В данном случае, если я хочу снимать видео, я его сниму. Дело в том, что здесь просто конструкция из чемодана, подгузников, гречки, столика, стула, на улице минус 2 градуса как бы. Но я с вами хочу поболтать и хочу записать видео. Почему такая конструкция? Потому что я забыла дома камеру. Это еще один момент. А, где я нахожусь? Да, надо было сказать в самом начале. Я сейчас в Швейцарии. Точнее, не я одна, а мы нашей маленькой дружной семьей сюда приехали. И я забыла дома камеру. Но я хотела очень вам снять видео. Здесь на балкончике, так знаете, атмосферненько, романтичненько. С чаечком, который уже, наверное, остыл 30 тысяч раз. Не, нормально. Вот. Но обнаружилось, что я забыла дома самое важное. Я взяла микрофон, я взяла штатив, я взяла аккумулятор, даже карту памяти. Но камеру я оставила дома. Я подумала, что, в принципе, мой телефон хорошего качества, действительно хорошего. Но если снимать не на фронталку, да, а на заднюю камеру. Но как я буду себя видеть? А видеть себя важно. Потому что, когда ты понимаешь, что происходит, идет ли вообще съемка, да, что я показываю. Ну, в общем, это важно для блогера, я думаю, вы понимаете. Зеркала здесь нет, поэтому мы установили с Денисом его телефон на подгузнике. И сейчас его телефон снимает мой телефон. В его телефон я вижу себя. Может быть, это все не стоило рассказывать, потому что слишком сложно. Но я хотела вас посвятить в эту атмосферу, безумно сумасшедшую какую-то. Но я очень рада, что я, наконец, снимаю видео. Я надеюсь, вы по мне соскучились. Соскучились просто по нашим с вами разговорам. И со мной тут чай, как я уже сказала, на самом деле, немножко так прохладненько. Чуть-чуть совсем. Также представляете, что у меня к чаю. Это королевские финики, мои любимые. Мы их нашли здесь, в Швейцарии. И, кстати, тут так облачно, такое ощущение, что да, вот облако плывет. Вот прямо, знаете, полупрозрачное, прямо рядышком. Возможно, мы сейчас вместе с вами находимся в облаке. Ой, сейчас пойдет поезд. В общем, я решила поотвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в инста-сторис. Вопросы вообще на любую тематику. Параллельно я с вами буду краситься. Краситься, на самом деле, здесь не то чтобы некуда, но просто для себя будет. Макияж такой для себя. Просто, чтобы я чем-то была занята и что-то вы видели на моем лице, что-то происходило. Не просто я отвечала на вопросы. Приготовила я с собой вот такую косметичку. Эта косметичка была уже много где, на самом деле. Сюда помещается все самое необходимое. Такое мое зеркальце. Мой нос уже становится красным. Итак, не буду задерживаться, наверное. Будет, потому что холодно. Давайте начинать. Как Ева переносит перелеты на самолете? Часто ли просыпается? Как чувствует себя? Тем временем я, наверное, начну с основы. Это такая легкая тональная основа. Новинка от Kat Von D. Она действительно очень легкая. Она прямо вот течет. Но зато она действительно такая невесомая и скрывает недостатки. По поводу перелетов с Евой я немножечко тоже переживала, потому что всякое бывает. И многие, ну как это бывает часто, многие пугают. Вот знаете, что я советую мамочкам и беременным вообще поменьше? Заходите на какие-нибудь там форумы, на какие-нибудь сайты а-ля BabyBlog. Извините за антирекламу. Но там порой начитаешься такой ерунды. История а-ля, а у меня было вот так. И это было просто ужасно. Берегитесь, девочки. Все очень индивидуально. Все зависит от ребенка. И зависит от настроя мамы. Если мама изначально очень сильно так переживает, боится, что как на нее посмотрит. А вот мой ребенок будет плакать, как я его успокою. Полет, скорее всего, пройдет напряженно. И ребенок очень все это чувствует. Очень чувствует на таком вот уровне энергетическом от мамы. Мама не в порядке. Мама там напряжена. Он начинает плакать. Вести себя как-нибудь не так, как обычно даже. Бывает, конечно, да, что действительно им просто дискомфортно. Не дискомфортно как минимум сидеть на одном и том же месте, да, когда нужно пристегнуть ремни. Кому-то могут закладывать ушки. Хотя я также читала однажды, мне очень даже понравилась эта информация. Не знаю, насколько это правда, что у детишек до года еще не зарос родничок. Родничок на головке. И поэтому они не чувствуют вот этих перепадов в давлении, и им не закладывают ушки. Я не знаю, насколько честно это правда, но по Еве я замечала, что хоть она бодрствует, хоть она спит во время взлета и посадки, ей вообще без разницы. То есть она может капризничать, но не потому, что ей что-то больно, а потому что хочется сменить, например, позу, да, или хочет кушать, или просто хочет спать, не может уснуть. Но еще раз повторюсь, все дети индивидуально. Мы просто пытаемся максимально ее развлечь, когда она бодрствует. Но пока что у нас все разы были сонные полеты. То есть мы подгадывали так, чтобы Ева была максимально сонная к моменту полета. Не давали, так сказать, ей уснуть во время регистрации, во время прохождения вот этих всех вещей. И вот ровно мы садимся в самолет, и она уже хочет сама спать, и она засыпает на груди. В любом случае совет для тех, кто путешествует на самолете с детьми, во время посадки и взлета дать что-то ребенку сглатывать, ну как и для взрослых людей. Мы рассасываем, да, какие-нибудь конфетки или пьем водичку. Детки могут что-то сосать, например, быть у груди или сосать бутылочку. Не знаю, насколько помогают соски, потому что все-таки там глотательные вот эти вот движения не происходят. Но может быть помогают, я не знаю. Немножко согреюсь с чаечком. Забыла, кстати, сказать нашу традицию. Берите тоже какой-нибудь напиток согревающий. Следующий вопрос. Когда была подростком, были ли депрессии? На самом деле депрессия это не просто, да, слово, которое мы часто используем, не понимая, что такое депрессия. Депрессия это прям действительно диагноз. Но я думаю, что автор имел в виду какие-то именно моменты переживания, знаете, ну мы это называем депрессуха, но на самом деле депрессия, конечно, это более серьезная вещь. Но что касается прямо диагноза, да, заболевания, вот этого решения проблемы с специалистами, нет. Благо нет. Да и в принципе каких-то особых, знаете, вот этих типичных проблем, вот этот сложный переходный возраст, у меня этого не было. Я не знаю, может быть это связано с тем, что я постоянно чем-то занималась. То есть у меня даже времени особо не было подумать о том, что мне может быть плохо, или что мне что-то может не нравиться. То есть в школе я участвовала в ансамбле, у нас после школы постоянно был какой-то движняк. Мы либо и шли на репетицию, либо выступали. Либо куда-то ехали на какие-нибудь конкурсы, либо подготовка была к какому-нибудь экзамену, например, немецкий языковой диплом мы сдавали в школе. Мы с подругами постоянно что-нибудь придумывали после уроков, там, ну, не всегда это было ДЗ, иногда это были просто там прогулки какие-нибудь. Свои шоу я начала снимать, свои а-ля шоу на телефон или, извините, еще в классе пятом снимала что-то типа рекламы, зубной пасты какой-нибудь. Очень успешный человек. И так мы и встречаем громкими аплодисментами меня. Не сможешь с моими вещами в кабак тебе прийти? Коля, выбирай либо кабак, либо я. Как кабак. Прикалывались там, всякие танцы составляли. Ну, в общем, я постоянно что-то делала. Мне кажется, может быть, с этим связано, что у меня даже не было мыслей. У меня не было даже времени подумать о том, что что-то может быть не так. Но я, опять же, не скажу, что я всегда была такая навеселее и супероптимист, позитивный человек по жизни. В принципе, как и сейчас у меня могут быть периоды такой какой-то апатичной жизни, апатичного настроения, когда ничего не хочется, когда кажется что-то делать, какую-то фигню, когда хочется просто подеградировать денек. Мне кажется, это нормально, это такие волнообразные моменты. Зато после такого вот падения, так сказать, обязательно будет заряд энергии, вдохновения, чего-то нового. Мой нос все краснеет и краснеет, знаете, несмотря на то, что я его замазываю, он все равно становится красным. Что я сделала, кстати говоря? Я нанесла рассыпчатую пудру, мне она безумно нравится от Too Faced. Она не заканчивается, я не знаю уже сколько, и ее до сих пор почти на максимуме она у меня. И я немножечко подкорректировала форму лица. Это Vivienne Sabo, такой наборчик из трех средств. Начали ли Еве давать уже прикорм? Да, мы начали здесь, в Швейцарии причем, необычно. Ровно до шести месяцев Ева была только на грудном вскармливании, без допаивания, без чего-либо. Мы начали давать прикорм, начали с гречневой каши. Кашка. Да. Мимо. Нам-нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам. В принципе, принимает хорошо, так интересно, что-то валякает, валякает, во рту ест. Сколько ты весишь сейчас, расскажи про питание на грудном вскармливании. Сейчас я вешу около 54 килограмм. Это даже получается меньше, чем до беременности. Но честно, я не стремлюсь к весам, к какой-то цифре на весах. И не то, что не рекомендую никому, но, по крайней мере, девочки, не цепляйтесь за эту цифру. И не сравнивать. Я очень часто вижу, как какая-нибудь там блогерша выставит... Блогерша? Дурацкое слово. В общем, кого-нибудь, кто выставит свои параметры в соцсети. Например, у меня рост такой-то, вес такой-то, и мне хорошо ла-ла-ла-ла. Там сразу сотни девочек начинают сравнивать со своими показателями и понимают, что с таким ростом у них вес намного больше. Может быть, даже на килограмм 10. И не берут в счет ничего. Ни телосложения, ни личная какая-то предрасположенность, генетику, ширину кости даже. Как это любят часто говорить, у меня просто кость широкая. Это не значит, что у разных людей с одними и теми же параметрами все прям должно быть одинаково. Вообще вот эти вот усредненные параметры, усредненные нормы, это портит людей, серьезно. Это прям заставляет людей многих комплексовать, переживать. И так во многих сферах, знаете, даже вот сейчас я занимаюсь воспитанием своего ребенка. Есть в развитии ребенка определенные нормы, определенные вот такие усредненные показатели, что к четырем месяцам ребенок должен раз, два, три. К шести месяцам ребенок должен вот это, вот это, вот это. И если действительно, серьезно прям подходить к этому вопросу и каждый раз переживать из-за этого, думать, так, у меня вроде бы шесть месяцев ребенку, а вот это вот он не умеет. Но это можно вообще с ума сойти. На самом деле ребенок очень индивидуальный. Все люди индивидуальны. Смотреть нужно по своим ощущениям, и я ориентируюсь на свое отражение в зеркале, на свое состояние кожи, на свое состояние здоровья. Лучше ориентироваться именно вот на эти факторы. Ты чувствуешь себя хорошо. Ну, иногда это может быть 57 килограмм у меня, да, а иногда это может быть 54. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я понимаю, что из-за того, что мы путешествовали последние там 2-3 недели, а то и месяц, мы очень много ходили, очень много двигались. Из-за этого, возможно, у меня на весах сейчас 54 килограмма. Но и в 57 я чувствовала себя тоже хорошо. И тем более это могут быть разные килограммы. У кого-то это жир, у кого-то это мышцы. И тем временем я нанесла как подлоску бежевые тени. Сейчас создаю немножечко складочку века. И хочу сегодня нанести очень красивые блестящие тени. Я действительно не знаю, куда я сейчас красусь. Просто на обед. Это тени от Chupa Chups. В такой вот, смотрите, красивой упаковочке тюбики. Они такие золотистые, их можно наслаивать. И уже пальчиком нанесу на века. Откуда столько полезной информации про детей? Девочки, это книги. Это просто книги, разные источники, типа Инстаграм, странички некоторые, Ютуб-каналы. То есть мы же все выбираем, сами фильтруем, что смотреть, кого слушать, что читать. Наверняка уже вышло видео о моей подготовке стать мамой, так сказать. Там я поделилась списком книг, которые я читала. И там же я говорила о том, как я подхожу к информации. Если я чувствую отклик, так сказать, в своем сердце, как бы это сентиментально не звучало, то я беру это и применяю, и принимаю. Ну и еще такой немаловажный момент. Если мне что-то нравится, ну мне кажется, так у всех людей. Если нам что-то нравится, то мы готовы в это прямо уйти с головой, изучать это, смотреть. И вот так у меня было с беременностью, так у меня было с материнством. Мне действительно интересна эта тема. Но я не понимаю, какой маме может быть неинтересна тема воспитания детей, да, если она уже хочет стать мамой, хотела стать мамой. То, наверное, ей хочется узнавать про развитие ее ребенка. И хотеть, чтобы ребенок был у нее самым счастливым, здоровым. Также очень много травм закладывается в детстве, очень много важных психологических моментов. И если правильно не подходить к этому, если хотя бы что-то не изучать про психологию детей, например, то, как вообще можно воспитывать ребенка. Но это невероятная ответственность. Давайте немножечко добавим румянец на мое белое лицо. Белое, но уже потому, что вся кровь ушла в жизненно важные органы, чтобы спасти меня при переохлаждении. На самом деле нет, мне не холодно, но, видимо, все равно реагирует кожа так. А пока что следующий вопрос. Я помню, ты говорила, у тебя зрение минус 5. Говорят, сложно родить. Это правда? На самом деле много чего говорят. И много каких мифов вообще в жизни существует. И я тоже слышала о такой мифе. Не только слышала, я была уверена, что так оно и есть. И когда я встала на учет по беременности, я пошла к кулисту. Ну, это был такой плановый визит. Мне нужно было просто проверить зрение до родов. И, конечно же, у меня был главный вопрос. А можно ли мне будет родить самой? Потому что я хотела максимально родить, естественно, сама. По крайней мере, приложить к этому максимум усилий. Тем временем я расчешу брови, потому что у меня сейчас ламинирование бровей. И, в принципе, особо их красить я не буду. Может быть, немножко добавлю пару волосков карандашом. На что мне врач сказал, что очень много женщин думает, что важно, насколько у тебя плохое зрение. То есть, например, там, минус 5, минус 8, что все, нельзя родить. На самом деле, более важный показатель, это, не буду сейчас врать, то ли это стекловидное дно называлось. Сейчас могу ошибаться, лучше я где-нибудь напишу, что я имела в виду. Когда я была беременна, я это хорошо запомнила, но сейчас уже, видимо, мне не актуально. И мозг выкинул эту информацию с головы. Но, короче говоря, даже если у тебя идеальное зрение, то есть, 100% зрение, но есть проблемы вот с этим пунктом, тебе, скорее всего, не разрешат, так сказать. Ну, посоветуют рожать мне самой. Именно вот это, потому что важнее. То есть, если у тебя минус 8, минус 5, но с другим показателем, более важным, все хорошо. Рожать разрешено. Но, конечно, врач у меня прямо спросил, точно хочешь сражать самой? Я сказала, да, хочу. Он говорит, ну, ладно, окей. Ну, вообще, никто не может тебе разрешить или не разрешить. Ты в любом случае решаешь до последнего сама. Есть просто рекомендации от врачей, и они могут настаивать немножечко на этом. Но никто тебе не скажет, нет, ты не родишь сама. Как после родов найти время заниматься собой? Все время уходит на ребенка. На самом деле, не все время, согласитесь, уходит на ребенка. Есть такая очень полезная книга, она полезна мне оказалась. Лайфхаки для работающей мамы Людмилы Петрановской. Это просто вот, ну, спасение для тех женщин, которые... Для всех женщин, наверное, которые родили и хотят все-таки заниматься еще собой, заниматься саморазвитием, ну, и по дому успевать что-то делать. И там очень много работающих, действительно, дельных лайфхаков. Очень много моментов описано, как мы делаем с вами. Ну, немного неправильно, и что на самом деле, посчитать бы наше количество проведенного времени в соцсетях. За это время можно было и 15 раз присесть, и 10 раз отжаться, и пробежечку небольшую сделать. В общем, еще раз, как и в любом вопросе, если есть желание, будет результат. У меня, в принципе, макияж подходит к концу. Я немножко добавлю а-ля волосков в районе бровей. И также я решила сделать красную помаду. Не знаю, что со мной вдруг стало, то ли меня вдохновили красные полоски на моем свитере, но захотелось вдруг нанести красную помаду. И следующий вопрос. Где вы сейчас находитесь, и почему так много путешествовать стали с ребенком? Мы сейчас находимся в Швейцарии, маленький городок Гриндельвальд. Очень многим напоминает это Гарри Поттера. На самом деле здесь, конечно, очень сказочно. Здесь невероятной красоты горы. Сейчас вы ничего, наверное, не видите, потому что все в тумане. И передо мной на самом деле все очень туманно, но горы просто высоченные. Вы можете посмотреть мой инстаграм. Кстати, не забывайте подписываться. Я там более активно, на самом деле, чем на ютубе. Поэтому подписывайтесь. А по поводу путешествия с ребенком, на самом деле так получается. И эти все путешествия мы запланировали еще во время беременности. То есть так получилось, что начиная с шестого месяца беременности мы перестали куда-либо ездить, потому что это было уже такое, ну, третий триместр немножечко опасно. И первые три месяца жизни Евы мы тоже сидели на одном месте. И я прямо наперед расписала, где бы классно было провести декабрь, где бы классно было провести сентябрь, перезимовать где. И как-то получилось, что это довольно-таки часто, довольно-таки много мы куда-то сейчас едем. И еще одна причина. Я поняла, что пока Ева маленькая, и пока она, в принципе, одна у нас, а пока один ребенок, можно и нужно наверняка по максимуму поездить, попутешествовать, посмотреть. Я не знаю, как это будет, когда ей будет три года. Я не знаю, как это будет, когда у нас будет там еще, например, один ребенок. Но сейчас мы достаточно даже мобильны. То есть многие думают, что с детьми путешествовать сложно. Я не скажу, что очень легко. Я не скажу, что прям супер просто и ничем не отличается, как без ребенка. Но опять же, когда она начнет ходить, она начнет все понимать еще сильнее, еще больше, будет еще сложнее в чем-то. Не будет возможности просто взять ее на ручки, да, и пошли, куда вот мы пойдем. У нее будет свое мнение, у нее будет свое желание, у нее будут свои какие-то хотелки, еще больше игрушек, еще больше вещей, и тогда наверняка будет еще сложнее. Поэтому я, видимо, решила наездиться, накататься до вот этого периода. Не знаю, как будет дальше, вот честно. Ну что, нанесем красную помаду? У меня, правда, почему-то она как-то странно сломана. Когда наносишь помаду, особенно красную, разговаривать нужно по минимуму. Поэтому, простите, вот я, видите, промазала. Самый последний момент, я замазала себе подбородок, но ничего, мы сейчас-то поправим. У меня же руки стали очень медленно слушаться, очень медленно работать. Ну что, красотки, еще, наверное, один вопрос, и я буду завершать, уже действительно начинают замерзать немножечко. Уже чай меня не греет, а наоборот охлаждает. Ссоритесь ли вы когда-нибудь с Денисом? По видео и фото такое ощущение, что нет, девочки. Ну, а вы как думали? Думаете, что на видео это специально выставляется? Вот мы поссорились, вот сегодня поругались об этом и об этом. На самом деле, Инстаграм и Ютуб в чем-то обманчивы, разумеется, потому что люди показывают то, что хотят показать. А подписчики и зрители думают, что вот только так оно и есть, да, и по-другому у людей не бывает. Вот они всегда обнимаются, вот они всегда целуются, всегда путешествуют, и все нехорошо. Ну, конечно же, нет. Просто я не тот человек, который любит даже близким, даже родственникам рассказывать о каких-то своих проблемах, делиться причиной ссор, делиться, в принципе, ссорами. Я привыкла решать это все внутри семьи, не вынося ссоры за сбы. И, честно сказать, не вижу смысла делиться там в сторис или в постах. А вы знаете, мы с Денисом поссорились, как вы думаете, кто прав, кто нет. Но вот это вообще, если честно, не для меня. Выставлять какие-то очень личные моменты, то есть я могу поставить в известность, что я беременна, и то не сразу я это сделала. Я могу поставить в известность, что мы поженились, и сегодня там у нас день годовщины свадьбы. Но это такие общие моменты. Но, конечно же, мы ссоримся. И это вполне таки нормально, мне кажется, для здоровых отношений это даже нужно. Так что, да, мы такие же люди, и точно так же у нас бывают проблемы, и ссоры, и какие-то моменты, которые бывают у всех других живых людей. Немножечко делите на два, а то и на четыре всю информацию, которую вы получаете в соцсетях ваших любимых блогеров. Они, мы, точнее не они, а мы показываем зачастую, ну не все. Это вполне таки нормально, еще раз повторюсь. Есть блогеры, которые показывают вообще все, и там подписчики принимают участие полностью в их личной жизни. Они набирают определенное количество подписчиков или лайков для того, чтобы что-то изменить в своей личной жизни. Там родить ребенка, родить второго ребенка, или выйти замуж, жениться. Это для меня немножечко не близко. Ну а я красотки, наверное, буду закачивать, потому что уже морозно, да и макияж, в принципе, подошел к концу. Я была очень рада с вами поболтать. Очень надеюсь, что вам понравилось такого рода видео. На балконе в Швейцарии снято на айфон, но вот так вот. Еще раз приглашу вас в свой инстаграм. Ну и улыбайтесь чаще, красотки. Я вас очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok